Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Что произошло в Ульяновской области 4 октября, расскажу вам далее я, Константин Никитин. Смотрите сегодня в выпуске. Рост промышленной кооперации. Ульяновская делегация подписала соглашение с белорусскими коллегами. Гимнастика, логика и ритмика. Детский центр Стрижата в Ульяновске получит финансирование на развитие. Вой, сирен и безопасность ульяновцев в регионе провели штабную тренировку по гражданской обороне. Продолжаем развивать промышленную кооперацию. С белорусскими коллегами у Ульяновской области сложились хорошие деловые и дружеские отношения. Республика сотрудничает с регионом и в социально-экономической сфере, и в культуре. В этот раз в рамках официального визита ульяновской делегации в Минск подписали несколько взаимовыгодных соглашений. В составе бизнес-делегации, которая в эти дни работает в Республике Беларусь, представители 12 ульяновских компаний, среди которых ПАО и Лавиастар, Аэрокомпозит, УКБП. Работа делегации началась с посещения индустриального парка «Великий камень». На специальной территории работают 116 резидентов из 15 стран. Теперь белорусские коллеги будут сотрудничать и с ульяновской портовой особой экономической зоной. Стороны подписали соглашение. И здесь мы создаём как раз оптимальные условия для развития бизнес-инициатив и освоения передовых идей и инноваций. И, безусловно, «Великий камень» всегда заинтересован в том, чтобы расширять взаимодействие с другими экономическими зонами. Теперь «Великий камень» и ПОЭС займутся поиском инвесторов, промышленной кооперации и совместной проработкой логистических маршрутов. Кроме этого, на площадке губернатору Алексея Русских и председателю Минского горосполкома Владимиру Кухареву презентовали совместную разработку. Запорный клапан с электроприводом «Димитровградский промсервис» и «Минский КПСР-групп» намерены изготавливать совместно. И какое-то время назад мы обнаружили, что, вообще-то говоря, в России делалось достаточно много приводов, но все эти привода были предназначены для больших технологических устройств, для промышленности, для энергетики. А для ЖКХ вот таких небольших устройств их было очень мало или не было вообще. В России они фактически не производились, все это было зарубежной продукцией. Согласно договоренности, автоматическая задвижка будет выпускаться как в Минске, так и в Димитровграде. Белорусская компания займется самой задвижкой, а Димитровградцы обеспечат электронное управление. Затем компоненты будут отправляться на обе площадки, на которых и планируется финальная сборка. Новая задвижка будет применяться в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы отказались от польского, от китайского литья. Это же литье полностью белорусское от импортных металлов и от уплотнений. Поэтому на сегодняшний день вы видите 100% изделие производства и происхождения внутри того же Новосоюза, что очень сильно отличает веяние всего ночного дня. Соглашение о создании совместного продукта позволит увеличить доходы предприятия из города Атомщиков на 100 миллионов рублей. Запустить производство планируют уже в следующем году. Полмиллиона на осуществление мечты. Ульяновский предприниматель Ольга Горбунова выиграла грант на развитие детского центра Стрижата. Благодаря полученным средствам здесь появилось новое направление – нейромоторная гимнастика. Это комплекс физических упражнений и подвижных игр. На первых занятиях побывала наша съемочная группа. О деталях нового направления в своем центре детского развития и досуга Стрижата Ольга Горбунова рассказывает с большим воодушевлением. В этом году сбылась давняя мечта – удалось организовать занятия по нейрогимнастике с элементами логаритмики. Это комплекс физических упражнений в игровой форме. Занятия построены от простых элементов к более сложным. Освоить программу могут даже малыши с четырех лет. В результате наших упражнений ребенок хорошо начинает думать, у него хорошая память, внимание. У него стимулируются все когнитивные процессы. Мы планируем закупить все, что необходимо для проведения нейрогимнастических упражнений. А именно – это ортоковрики, доски Бельгоу и все сопутствующие детектические и методические материалы к ним. Материальная помощь поступила со стороны регионального профильного министерства. Руководство центра получило грант – полмиллиона на осуществление задуманного. Такая поддержка – элемент национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках национального проекта в целом на меры поддержки предусмотрено в текущем году более 925 миллионов рублей. В основном данная сумма будет направлена на создание готовых производственных площадей. Кроме того, популярностью пользуются финансовые меры поддержки. В первую очередь, это услуги региональной гарантийной организации и фонда финансирования промышленности и предпринимательства. Благодаря поддержке региональные предприниматели осваивают новые направления деятельности – самые популярные в сфере туризма и образования. В результате область получает регулярные налоговые отчисления в бюджет, а владельцы бизнеса – комфортную среду для развития любимого дела. Всего в Ульяновской области зарегистрировано больше 40 тысяч субъектов малого бизнеса. Александра Никитина и Олег Тончин, УПРАВДА ТВ Пострадавшие дети в больнице. Пятиклашки, выпрыгнувшие из окна второго этажа школы номер 64, проходят психологическую реабилитацию. Врачи детской областной клинической больницы имени Горячего лечат травмы. У девочки сломана нога, у мальчика перелом пяток, у их одноклассника – ушибы. Следственный комитет проводит проверку. Мучителю, при котором случилась беда, может грозить статья 293 УК РФ «Халатность». Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий обучения и обслуживание систем безопасности в образовательном учреждении. Напомним, ЧП случилось минувший понедельник во время третьего урока. Пятый Г-класс занимался русским языком во время срабатывания сирены. Учитель последовала инструкциям и увела учеников в конец класса. Также забаррикадировали дверь, заперли замок и соорудили преграду из парт. Как нам объяснили специалисты управления образования, это первое, что должны сделать учителя при срабатывании оповещения. Сейчас ведется расследование. Губернатор Ульяновской области держит ситуацию на личном контроле. В Ульяновске провели штабную тренировку по гражданской обороне. Организаторы проверили готовность сил и средств накануне Дня гражданской защиты. Подробнее в нашем материале. На железнодорожной станции Ульяновск-1 чрезвычайная ситуация. Вагоны, перевозившие нефтепродукты, сошли с рельсов. В результате этого легко воспламеняющиеся вещества разлились по железнодорожным путям. Это сценарий командно-штабных учений, которые провели в Ульяновске. Общая координация лежала на плечах главного управления МЧС России по Ульяновской области. Помогали специалисты Управления гражданской защиты. Соответственно, наша основная задача – это сбор нефтепродуктов для дальнейшей утилизации. Команда спасателей с помощью оборудованного снаряжения будет производить сбор, то есть произвела сбор нефтепродуктов для специальных, у нас есть бассейны, и, соответственно, потом уже эти нефтепродукты перекачиваются и отвозят для утилизации. В подобных чрезвычайных ситуациях экстренные службы должны приехать незамедлительно. Действуют слаженно. Пока одни эвакуируют застрявших в вагоне пассажиров, другие уже ликвидируют очаг возгорания. Отдельное внимание грузовому составу. Важно не допустить взрыва. Всё заливается специальной пеной, чтобы не было повторного пожара. Параллельно с условными пострадавшими работают медики. Учения приурочили ко Дню гражданской обороны. Праздник отмечают 4 октября. Результатом нашей совместной работы является повышение эффективности мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз. Уважаемые коллеги, государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. В проверке готовности сил и средств задействовали 600 человек личного состава и 80 единиц техники. Помогали в учениях сотрудники медицинских организаций «Доремстрой», «Ульгэс» и «Ульяновский водоканал». В Ульяновске открылась патриотическая фотовыставка, посвященная воссоединению Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Экспозиция стала свидетельством единства и силы нашего народа. Подробнее расскажем далее. Важный день для ульяновцев и всех россиян. Чуть больше года назад прошло знаковое событие – воссоединение новых регионов. В честь этого дня в Ульяновске подготовили выставку, которая проливает свет на героические моменты воссоединения новых регионов. Воссоединение братских народов – это как встреча двух братьев, которые давно были в брату, воссоединение семьи. И те эмоции, которые люди испытывают, там, ну они дорогого стоят. На первых планах выставки – работа фронтового фотокорреспондента российской газеты Владимира Аносова. Эти фотографии стали свидетельством нелегких дней, когда народы своими усилиями восстанавливали мир и согласие. Рядом снимки обычных ульяновцев, которые занимались восстановлением инфраструктуры в воссоединенных территориях. У зрителя была тишина. То есть дети поняли, что это реальные картинки, которые не фотографии, не просто там взятые откуда-то, а фотографии действительно то, что было. Воссоединение новых регионов стало знаковым моментом в истории нашей страны. И эта выставка напомнила о важности единства. Увидеть фотографии можно в штабе общественной поддержки «Единой России». Экспозиция будет доступна до 10 октября. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ. Для кого-то марка или конверт – это обычная бумажка, а для кого-то новый экземпляр в его коллекции. Филателисты с разных уголков страны приехали в Ульяновск, чтобы узнать имя лучшего. Кто стал победителем Всероссийской филателистической выставки, расскажем далее. В Ульяновске выбрали лучших филателистов. Ранее в регионе работала Всероссийская филателистическая выставка, посвященную году педагога и наставника. Это событие привлекло внимание коллекционеров и любителей филателии со всей страны, а также гостей из Белоруссии. На площадках представили марки, конверты и почтовые карточки с педагогической тематикой. В выставке почти половина участников – это либо учителя, либо ученики. Это тоже такое вот знаковое событие, потому что мы принимали в первую очередь коллекции, посвященные педагогике, и в вторую очередь – педагогов и учеников. По результатам конкурса большую золотую медаль за свой экспонат взял уроженец Магнитогорска Вячеслав Головин. Филателист собирает марки уже 52 года. На выставку в Ульяновск коллекционер привез пять экспонатов, а за свою уникальность один из них принес своему обладателю высшую награду. Экспонат называется «РСФСР» и состоит из множества разновидностей марок, которым более ста лет. Дело в том, что в то время печатали на той бумаге, которая была в наличии, теми красками, которые были в наличии, поэтому это вызвало большое количество разновидностей. А это одно из самых интересных для продвинутого филателиста. Ранее выставку показывали в Демитровградском лице ядерных технологий. В Ульяновске площадкой был торгово-развлекательный центр «Пушкаревское кольцо». Всего было представлено 52 экспоната из шести регионов России, а также из четырех регионов Белоруссии. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. В регионе заработали центры обучения искусственного интеллекта. Об этом говорили губернаторы Алексея Русских и управляющие ульяновским отделением Сбербанка Алла Гладкова. Ежегодно компания на основе собственных разработок в искусственном интеллекте создает новые продукты. В этой связи появляется потребность в учителях искусственного интеллекта, которая за три года выросла в несколько раз. Мы сегодня открыли два центра уже в регионе. Один центр в Димитровграде. С 1 апреля набрали 50 молодых специалистов. С 1 сентября открыли в Ульяновске еще центр размятки данных. Набрали 50 человек и в октябре набираем еще 50 человек. То есть в общей сложности 150 высоко квалифицированных рабочих мест создали. В центрах ульяновцы будут обучать ассистента «Салют» распознавать запросы граждан, научить нейросети быстрее обрабатывать заявки и вычислять мошенников. Снимется, что и дальше будем так же плодотворно, интересно работать. Мы, в свою очередь, в первую очередь рассматриваем Сбербанк при рассмотрении каких-то кейсов. Работает в центрах в основном молодежь. Сейчас средний возраст работников 25 лет. Для выпускников колледжа и вузов это отличная возможность получить навыки и остаться работать в своем регионе. Жилые массивы строятся. Многоквартирных домов достаточно. Можно найти жилье на любой вкус и кошелек. Есть люди, которые не хотят жить в городской суете. Для любителей пасторальных пейзажей и свежего воздуха один из ульяновских застройщиков возвел новый коттеджный поселок. Подробности узнаете в нашем материале. Дома с большими окнами в стиле хай-тек. Ничего лишнего. Только природа, простые линии и современные материалы. Близ Ново-Ульяновска вырос жилой комплекс «Солнечная долина». 15 домов уже нашли своих хозяев и готовы к заселению. В перспективе «Солнечная долина» может вырасти до двух сотен домов. А сейчас идет первая очередь застройки. Заместитель председателя парламента оценил проект. На самом деле, что радует, как застройщик говорит, что все 15 домов, которые еще, скажем так, не оформлены в собственность, они уже проданы. Это уже само по себе говорит о том, что история востребована. Это флет-хаусы. Что-то среднее между квартирой и комфортабельным загородным домом. Большие окна, отделка фасада, декоративная штукатурка, плоская кровля. Застройщик предлагает жилье площадью от 100 квадратных метров и участки от 8 до 10 соток. Ключевая концепция этого проекта – перенести привычную каждому городскому жителю планировку квартиры на земельный участок. У нас сегодня торжественное открытие коттеджного поселка, нового формата, с детскими площадками, спортивными площадками, со всеми коммуникациями. Для того, чтобы люди максимально чувствовали себя комфортно, комфортно в этом поселке. Также у нас здесь создана управляющая компания, также будет ухаживать за территорией, обслуживать всю территорию и дома. По словам директора компании, коммунальные платежи за дом в Солнечной долине будут гораздо меньше, чем в среднестатистической квартире. В каждом доме три спальни по 13 метров, кухня-гостиная 28,5 квадратных метров и просторный санузел. Матвей Нилов уже обзавелся жильем в новом поселке. Я езжу по всей Ульянской области и осматриваю объекты строительства, так как веду поставки на них. И очень заинтересовала именно структура данного поселка и привлекательная стоимость. Поэтому выбор пал именно на него. Церемонию открытия Солнечной долины провели шумно, ярко. На сцене выступали танцевальные и музыкальные коллективы. Местные производители устроили выставку, ярмарку изделий ручной работы. Также организовали лотерею, где участники выигрывали бытовую технику. Непременно плов и шашлык пришлись по вкусу многим гостям мероприятия. По вопросам приобретения дома можно позвонить по номеру 7197-97. Подробности также на сайте gefest.ru. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ. 5 октября в Ульяновской области ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Температура днем составит плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!